МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курс на науковое развитие сегодня в Гомельском медуниверситете открылась 11-я республиканская науково-практичная конференция «Проблемы и перспективы развития сучасной медицины». Окупационный режим и разгортывание партизанской бородьбы сегодня в Белорусском державном университете транспорту прошла встреча, присвеченная 75-ти годзю вызволения Беларуси. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Выконание доручений у президента, питание доброупорядкования угод малой родимы и многое иншее. Наталья Качанова находится с рабочей поездкой в Гомельской области. У первый день визита в программе керавника администрации президента Республики Беларусь было наведывание лицея при Университете грамадянской обороны МНС, агроградка Мичуринский и сергаспортприемства Брылёва. Подробязности в сюжете Максима Савина. Зараз в специализованном лицее при Университете грамадянской обороны МНС научается 235 человек. Наталья Качанова ознайомилась с бытом лицеистов, организацией научального процесса и отпочинку. Наведала керавник администрации президента и размещенный на территории лицея Центр Беспеки. Им допомагают научить людей в первую чергу детей деянням у надзвычайных ситуациях. За четыры годы яго наведали 59 тысяч человек. Наталья Качанова подкреслила необходность таких установ. Украине подобные центры иснуют у кожной в области, ясно один будують у Минску. Далее у программе визита агрогородок Мичуринская. Наталья Качанова ознайомилась с житём у гэтым населенным пункте. Школа, дом культуры, моцная сельгаспортприемства, где працуют не только мясцовые жихары, а и гмельчане. Это приклад реализации на практице концепции вёска будущине, а лезь невеликими поправками. По словах Натальи Качановой, у агрогородка Якимяжой с областным центром отрымалась забеспечить городские стандарты життя и при этом заховать неповторный вязковый лад. Здесь трудно сказать про деревню будущего, потому что она практически находится в городе Гомеля, очень близко расположена. Но во всяком случае, даже несмотря на такое близкое расположение, здесь сохранилась социальная сфера. Здесь работает дом культуры. Здесь планируется, вот уже в ближайшее время, сейчас идёт ремонт, открыть музей этого сельхозпредприятия. Здесь работает и функционирует школа. Я вот спрашивала у людей, люди из Гомеля приезжают даже на работу сюда. Это правильно. Поэтому можно брать за пример, но хорошо, если бы такие агрогородки, такая деревня будущего была и на более далёком удалении от города. Наталья Качанова подкреслила, что подчас своей рабочей поездки мая намер ознайомиться с разными боками життя в области – промысловостью, сельской господаркой и социальной сферой. Головная увага – выконанию доручений, которые дал президент Александр Лукашенко в своём взвороте до белорусского народа и национального схода. Первые уражения от поездки – позитивные. Пока то, что я увидела, и разговоры с людьми, вот эти встречи с людьми, посетив лицей, учебное заведение МЧС, меня очень впечатлило. Впечатление остаётся пока хорошее. Я думаю, что если и в конце моей рабочей поездки оно будет таким же, то видно, что люди занимаются этими вопросами, которыми надо заниматься, и руководители на своих местах. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты при поддержке Абл-Выконкама и Гомельского гарвыконкама организует 20-ю международную выставу «Вясна у Гомелі». И она пройдя уперед с 23 до 26 мая. Международная выстава «Вясна у Гомелі» – самая масштабная региональная выстава краины. В этом году на площади амалю 5,5 тысяч квадратных метров будут представлены узоры продукции 300 предприемств и организации Гомельской области, а также коллективные стенды замежных удельников. А прача того, в работе юбилейной выставы приймуть удел больше 200 рамесников. В першине у программы выставы концерты гомельских гуртов и гастрофест в ресторанах областного центра. Але халуная задача – демонстрация потенциалу региона и допомога организациям у пошуку новых деловых партнеров. Самое главное – это те деловые переговоры и контакты, которые мы бы хотели, чтобы состоялись в рамках форума и в рамках выставки, потому что все гости форума приезжают на выставку и участвуют в переговорах. Более 50 мероприятий деловой программы традиционно уже включает сейчас выставка «Весна в Гомеле», поэтому мы проводим и презентации, и переговоры. Сегодня в Белорусском державном университете транспорту проходит республиканская конференция, просвеченная 75-ти годзю вызволения Беларуси. Особливая увага уделена теме оккупации на горыжиму и разгортыванию партизанской братьбы. В работе конференции про неауделы наш корреспондент Олег Синцерову. В Белорусском державном университете транспорту кажут, что такой масштабной науково-практичной конференции тут еще не было. Из всех регионов Украины сюда дослали количество работ. Цикавость для этого доследования тем более значимая, что некоторые обученные факты еще совсем недавно находились под грифом «Сокретно». Тема доследования загадчика отдела Института истории Национальной академии наук Алексея Литвина не совсем обычная. Тайны тюремных камер оккупованных о Гомеле – это был первый областный центр, вызванный от закупников. А прича иншого – супрацовники Народного комиссариата внутренних справ одразу обследовали тюрьму, где подчас оккупации находились советские грамадяне и выявили 89 взробленных на стенах надписов. Отриманную информацию одразу засокретили. Некаких годов тому гриф был снятым. Книга еще представит интересы тем, что в ней есть очень интересных много документальных материалов, как работали спецслужбы, как проводилась вербовка, перевербовка тех или иных сотрудников. Более того, я думаю, что творческому человеку, который прочитает, там буквально готовый сюжет для очень интересного и художественного фильма. На конференции, присвеченной 75-й годе у вызволения Беларуси, ни сековых работ не было у Вогуле. Причем, шматы, какие огученные факты ранее не публиковались. Разминирование территории Гомельской и Полесской областей после вызволения, транспортное забеспечение операции «Баграцион», быть солдатом года великой отчины, и это только некоторые из проставленных работ. Организаторы кажут, что им кнулись, а знакомы с реальной историей, как могла большую количество людей. Когда предпринимаются активные спробы ее переписать, это особо важно. Не только в странах Запада, но и в некоторых государствах постсоветского пространства актуализировались попытки ревизии исторической памяти, попытки пересмотреть характер, значение Великой Отечественной войны в истории нашего государства. Олег Сентюров, Василий Осипцов, телерадио «Компания Гомель». Регистрация на основный этап централизованного тестирования стартовала сегодня у Беларуси. И она протягнется по 1-е червеня. А сами выпробывания начнутся 11-го червеня и будут проходить до 1-го липеня уключна. Тестирование будет начаться в 11-е годы. А тримать сертификаты абитуриенты смогут у пунктах проведения ЦТ с 10-го липеня, а с 13-го у БДУ, где заплановано проведение ЦТ урозервовые дни. Вышещие научные установы начнут принимать документы 12-го липеня. Протягнется гетая процедура 6 дней. Внутренние испыты у ВНУ пройдуть с 18-го по 26-го липеня. Термены залечения за кошт сроков бюджета по 28-го липеня на платной основе по 6-го липеня. Самые актуальные вопросы – развитие беларусской медицины, новые идеи, слушные пропановы. Сегодня в Гомельском Державном Медицинском Университете открылась 11-я Республиканская наукопрактичная конференция «Проблемы и перспективы развития сучасной медицины». Марина Джалая с подробностями. Перед початком мероприемства у фойе университета сустракают гостей. На этот раз на Республиканскую конференцию завитал былый начальник управления ховы здоровья Гомельского облаконкама, теперь депутат Палаты представником Миколай Васильков. Пришим приехал он с приемным подарунком – с генеровой грамоты и национального схода Республики Беларусь для ректора ВНУ Анатолия Лизикова. Он этого заслуживает, поскольку наши совместные годы работы дали очень положительный результат подготовки медицинских кадров для Гомельской области. И не только для Гомельской области, но и для всего региона Республики Беларусь. Но я хочу сказать, что 70% выпускников она шла всегда на Гомельскую область. Кроме того, у него очень большие заслуги и в научно-педагогической работе, и в создании материально-технической базы. То есть этот торжественный момент, он этого заслужил. Мы не могли устрематься от питания, как выглядит сфера ховы здоровья нашего региона на фоне инших областей. Здравоохранение Гомельской области выглядит достойно. За последние 6 лет совместной работы с Владимиром Андреевичем Дворником мы действительно создали очень хорошую материально-техническую базу медицинских организаций здравоохранения. У нас остались отдельные учреждения, которые требуют реконструкции или же какого-то капитального ремонта. Но в основном и ФАПы, и амбулатории, и поликлиники, и стационарные учреждения, да и областные организации здравоохранения, они выглядят очень достойно. Миновата ГЭТА, совестиорист практики, укоренение современных технологий, проведение вынеку складанных операций – одна из первочерковых задач системы аховы здоровья. А для ГЭТАГа требует рихтовать высококлассных специалистов. ГЭТАМ и занимается Гомельский государственный медицинский университет. Что год удосканавливающий учебные программы и замоцовывающий свой адвокационный приоритет практика-ориентованность. Под час двухденого форума огучить коля 700 докладов. Будут працовать амаль 30 секций, пройдут 14 майстер-классов. На вукоцы, больше 800 человек, представляют университеты и систему аховы здоровья Беларуси, России, Украины. Очень приятно, что к нам приехали гости из Украины, из Киевского национального медицинского университета имени Александра Александровича Богомольца, из Курского медицинского университета, из Воронежа, Пензы. Коля 100 претендентов на звание майстер сегодня у Гомельским мастацким колледжи стартовал пятый открытый областный конкурс для наученцев детских школ мастацтва и студентов профильных среднеспециальных научальных установ. Сюрод удельников – представники разных регионов Беларуси, России и Украины. Все летоспоборнество проходит у трех номинациях – живопись, дизайн и декоративно-прикладное мастацтва. Конкурсанты поделены на две узростовые категории. Самым маленьким удельникам – 14, старейшим – 25. Организаторы стверджают, конкурс дозволяя отсочивать творчий рост одоранных детей и выявлять сдольных наученцев на ранних этапах развития. Бо конкурсанты в возрасте от 14 до 16 годов – это потенциальные абитуриенты Гомельского мастацкого колледжа. У делу споборнествия, хоть и не наближая их до статусу студентов, однако даем активности показать себе. Конечно же, смотрим и колорит, и как дети умеют передавать пространство, и какой-то свой собственный подход к выполнению работы. Очень многогранный подход. У нас компетентное жюри, и в этом году членами жюри будут являться преподаватели Академии искусств белорусской из города Минска, также и наши коллеги из других городов, из художественных учреждений, и наши преподаватели в том числе. Поколь конкурсанты працевали над своими работами, наставника у Мастакоу запросили на навуково-практичную конференцию. Даречи творчие споборнествы протягнутся три дни. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает «Де-факто» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Дорожный знак, пешеходный переход и специальная разметка некоторым не указ. В Светлогорске восьмилетнего мальчика на зебре сбила легковушка. Накануне в половине десятого вечера ребенок с отцом переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Заметив приближающийся автомобиль, мужчина шагнул назад на обочину. Выхватить сына из-под колес Лексуса отец не успел. Водитель остановился и вызвал милицию и медиков. Однако до приезда скорой пострадавшего отвез в больницу водитель одной из проезжавших мимо машин. Мальчик вместе с своим отцом возвращался после выгула собаки и переходил проезжая часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесное повреждение, с которым был госпитализирован реанимационное отделение больницы. Отец не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют следователи. Уже известно, в темное время суток данный участок дороги освещен одним фонарем. Подходы просматриваются слабо. Сотрудники госавтоинспекции просят граждан, ставшими очевидцами ДТП, обращаться по номеру, указанному на экране. С начала года на территории Гомельской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Из 9 ДТП только 2 ДТП совершено по вине самих детей. В Гомеле и Калинковичах найдены подростки, пропавшие 27 и 29 апреля. Они находятся дома. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. 17-летняя Кристина Транькова 30 апреля сама вернулась домой и пояснила, что находилась в гостях у знакомых. Александр Михневич, 2002 года рождения, найден накануне поздно вечером в Калинковичах. Лишение свободы на срок от 3 до 7 лет грозит гражданину Украины и россиянину, которых задержали за контрабанду наркотиков. Гомельская таможня возбудила два уголовных дела по данной статье. В пункте пропуска Терюха служебная собака указала на пассажира поезда, который в пачке сигарет припрятал запрещенное вещество. В Новой Гуте у пассажира легковушки в кармане также был найден наркотик. Обнаруженные вещества направлены на экспертизу в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области, где подтвердили, что опасное наркотическое вещество, неиспользуемое в медицинских целях, гашиш. В настоящее время граждане задержаны. В Гомельской таможне возбуждено два уголовных дела в отношении данных граждан по части 1 статьи 328.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества. В окончании выпуска оперативная информация от спасателей. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы два крупных пожара. Люди не пострадали. В Уваровичах Будокошелевского района накануне днем полыхал кирпичный гараж. Огонь уничтожил кровлю. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем. В полночь из агрогородка Вижны в Светлогорском районе поступило сообщение о возгорании бани. Строение полностью уничтожено. Причина пожара устанавливается. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4. Рамил Алиев, Александр Кузьменко, Владислав Андросов, Александр Мельниченко, Михаил Сулимов, Вадим Панков и Виктор Чварков. Отмечу, что двое последних вошли в состав сборной Беларуси на вторые европейские игры. Это тестовый турнир перед вторыми европейскими играми, где участвуют члены национальной команды и те, кто завоевал лицензии для участия в европейских играх. В том числе и наши гомельские боксеры. Парагнозы самые радужные. Мы готовимся к европейским играм, поэтому наши гомельские боксеры для этого все и делаем этот турнир. Проводим, во-первых, этот турнир мастерский. Он тестовый в Республике Беларусь, такой единственный в данный момент. Ребята проходят подготовку к европейским играм. Поэтому я думаю, что она им пойдет на пользу. Этот турнир входит в календарь Европейской конфедерации бокса. На нем присутствует супервайзер из России для оценки качества проведения турнира. Сергей Бердник, призер первенства СССР среди молодежи 1979 года, судья международной категории АИБА и член судейской комиссии Всемирной ассоциации любительского бокса. Бои интересные, захватывающие. Я считаю, что белорусский бокс всегда был на высоте. И он продолжает таким быть. У вас есть хороший боксер из Гомеля в 75 килограмм. Я думаю, он попал на Европейские игры. Я думаю, у него есть все шансы показывать хороший результат. Поединки проходят на базе Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Полуфиналы пройдут завтра, финалы 4 мая. Начало в 15.00 и 11.00 соответственно. Сегодня в Гомеле стартовали областные Олимпийские дни молодежи по пляжному волейболу. За медали высшей пробы борются юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. По три мужские команды выставили Гомель, Жлобин и Корма. По две женские. Гомель, Жлобин, Корма, Мозырь, Новая Гута и Житковичи. Эти соревнования являются отборочными на Республиканские Олимпийские дни молодежи, которые пройдут в Молодечно 25-27 мая. Гомельская область в основном доминирует на республиканских соревнованиях. Девочки, мальчики. Первые, вторые, третьи места всегда на республиканских соревнованиях. Это уже на протяжении 5-7 лет. Очень хорошо срабатывают школы Центроолимпийского резерва Жлобина, с Дюшор Мозырь, Жимчужина Полесья и с Дюшор Энергия, первичная организация профсоюзная Гомельская ТЭЦ-2. Соревнования проведены на хорошем уровне, на хороших площадках играем. Команды подобраны все одинаковые. Нет такого, что кто-то явный фаворит, кто-то слабее. Игроки хорошие, много знакомых, с которыми принимали уже участие в разных соревнованиях. Пары отлично собрались. Соревнования будут хорошие. Игроков, которые собираются играть на республике, за область и на европейских первенствах. Это очень важное соревнование для отбора. Соревнования проходят на стадионе «Луч». Сегодня определили полуфинальные пары. Они будут бороться за выход в финал. Матчи за призовые места пройдут 4 мая. Завтра в Гомеле стартует областное первенство по гребле на Байдарках и Кануэ. За призовые места будут бороться юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения, а также юноши и девушки 2003-2004 года рождения. Всего участвует 180 грибцов из Гомеля, Светлогорска, Мозыря, Рогачева, Петрикова и Будда Кошелева. Выступать на первенстве будут и лидеры республики Кирилл Корсаков, Никита Матушко, Юрий Чистов, Елизавета Реут и Алина Сидорова. Соревнования стартуют завтра на Грибном канале в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Микно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».